МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу «Энергия». Накануне в Южно-Сахалинске прошло заседание правления второго плана содействия развитию коренных вночисленных народов Севера Сахалина. Все подробности в нашем первом материале. Перед началом заседания начальник отдела коренных народов Севера, аппарата губернатора и правительства области Екатерина Королева сообщает приятную новость. На проходящем Хабаровском крае первенстве и чемпионате по национальным видам спорта Сахалинская сборная в тройке лидеров. Второе место предварительно сегодня общекомандное в чемпионате и первенстве Табаровского края. И ждем сегодня результаты многогорья, тогда будет решено. В том году у нас было одно-второе место по борьбе, сегодня уже 11 медалей. То есть мы курс правильный держим, готовим детей, не зря проводим первенство, и все вместе это делаем. Такие встречи – возможность не только поделиться радостными вестями, но и, как говорят в таких случаях, сверить часы. Второй план содействия развитию коренных малочисленных народов Северо-Сахалинской области был подписан в декабре прошлого года в Москве. Это трехстороннее соглашение между правительством области, компанией «Сахалин Энерджи» и региональным советом уполномоченных представителей КМНС. Уже полгода, как началась практическая реализация плана. Во главе угла – человек. Я думаю, что это возможность самореализовываться, возможность помогать самим себе, думать, как себе помочь, выбирать те направления, которые действительно важны для коренных. За пять прошлых лет в рамках первого плана реализовано 300 проектов в сфере социального и экономического развития коренных сахалинцев. Активно работали малые гранты. Елена Вавкук из Ноглик первый план называет репетицией. Теперь, говорит, все по-настоящему. Это большая заслуга коренных народов Севера, что они получили результат, и план содействия работает. Конечно, есть еще проблемы и жалобы есть, и мы будем разрешать эти все вопросы и проблемы. Непременный атрибут заседания трехстороннего правления – тотем. Его называют символом второго плана содействия, знаком общей идеи. В Сахалинском художественном музее продолжается выставка японского художника Безана Хиросавы. Она организована при содействии и поддержке компании Сахалин Энерджи. За две недели экспозицию посетили почти полторы тысячи человек. Программа «Энергия» продолжает специальный проект, посвященный загадочному миру Айнов. Генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Тэкаюки Куйке приехал работать на остров прошлой осени. Он непременный участник всех событий, способствующих развитию российско-японских культурных связей. Сегодня гость выставки «Загадочный мир Айны» представит свое видение Безана Хиросавы. Это уникальная возможность познакомиться с богатством культуры Айнов, ярким миром акварелей, талантливого японского художника. Вы знаете, я думаю, что здесь очень хорошо передана природа. В мире современных высоких технологий это так важно. Безан Хиросава – это самый известный японский художник. Он родился в 1922 году в Осаке. Долгое время жил на Хоккайдо. Когда я был студентом университета, я изучал этнографию и уже тогда прикоснулся к творчеству Безана Хиросавы. Я очень рад, что сегодня в Сахалинской области, где когда-то тоже жили Айну, показывают их самобытную культуру. Мне остается добавить, что выставка в Сахалинском художественном музее будет работать до середины июля. Вы смотрели программу «Энергия». До встречи в следующий четверг. Если в лес собрался ты, средства связи не забудь. И аптечку захвати, только с ней пускайся в путь. В одиночку не ходи, а иначе быть в беде. И погромче пошуми, зверь не сулится к тебе. Медвежата и лисята – очень милые ребята. Близко подходить нельзя, у детишек есть семья. Не забудь убрать отходы, у зверей нюх особый. Дать об этом должен каждый. Безопасность – это важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова